МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Не радует погода, порадуем новостями. В очередном выпуске обзора прессы мы расскажем о том, какие чувашские книги читает Дмитрий Медведев, кто победил на республиканских сельских играх и назовем имя нового руководителя администрации Новочебоксарска. А начнем мы с публикации газеты «Советская Чувашия», посвященной благоустройству главных чебоксарских парков. На прошлой неделе глава администрации города Чебоксары лично проинспектировал готовность Локреевского леса и детского парка имени Николаева к летнему сезону. Издание отмечает, на реконструкцию старейшего и самого большого парка города Локреевского леса в этом году выделено около 10 миллионов рублей. На эти деньги здесь обновят линии освещения, заменят асфальт на главной аллее, а зеленят и благоустроят лужайки и полянки парка. Впервые в этом году все лето будет проходить проект «Один день в парке», в котором детсадовцы и школьники из пришкольных лагерей смогут пройти увлекательные квесты и мастер-классы поучаствовать в конкурсах, а также посетить по единому билету различные аттракционы. Подробности читайте в «Советской Чувашии». 6 июня Новочебоксарское городское собрание депутатов на внеочередном заседании единогласно утвердило в должности главы администрации Новочебоксарска Игоря Калиниченко. Газета «Грани» рассказывает, соискателей должности было четверо. Конкурсная комиссия выслушала каждого из кандидатов, их предложения по дальнейшему развитию города. После обсуждения члены комиссии поддержали кандидатуру Игоря Калиниченко. Председатель конкурсной комиссии министр здравоохранения Чувашии Алла Самойлова подчеркнула, что все кандидаты показали себя достойно. Пожелала победителю взять лучшие из программ претендентов для реализации и работать дальше совместно на благо Новочебоксарска. О том, какими будут первые шаги нового мэра, читайте в его эксклюзивном интервью «Гранем» в субботу. И еще одна новость из Новочебоксарска. Главному предприятию города, промышленному объединению «Химпром» попытались подложить бомбу замедленного действия. Газета про город рассказывает о предложении, поступившем от Анатолия Аксакова. Депутат Государственной Думы выступил с инициативой перевести в Новочебоксарск оборудование обанкротившегося Волгоградского химического завода. Специалисты, не понаслышке знакомой ситуации на Волгоградском предприятии, в один голос заявили, что делать этого категорически не следует. Это убыточное предприятие, которое является крупнейшим в Российской Федерации должником по поставке электроэнергии, приводит газета мнение представителя собрания кредиторов Волгоградского химпрома Владимира Кузнецова. Его оборудование признано одним из наиболее аварийных во всей стране. Обновление основных фондов практически не происходило. Республиканские власти также считают, что принимать скоропалительных решений не следует. По словам председателя Кабинета министров Чуваши Ивана Моторина, речь идет об опасном химическом производстве, которое необходимо обсуждать и с правительством республики, и с собственниками предприятий. Если будет конкретное предложение, его необходимо выставить на общественное обсуждение. Только после этого можно будет принимать какое-нибудь решение. Газета «Чебоксарские новости» рассказывает о фестивале водных фонариков, который пройдет в Чебоксарах 10 июня на Центральном городском пляже. Особое внимание организаторы уделят безопасности фестиваля и экологии. Прийти можно как со своими фонариками, так и приобрести на месте. Говорят, фонарик «Лотос» исполнит желание, связанное с отношениями и любовью. А фонарик «Куб» обещает осуществить мечты материальные, пишет издание. Подробности ищите в «Чебоксарских новостях». В минувшие выходные в деревне Яныши Чебоксарского района прошли летние сельские спортивные игры республики. Аргументы и факты внимательно следили за ходом соревнований и подвели окончательные итоги. Кубок победителя завоевала сборная Чебоксарского района. Второе общекомандное место у сборной Вурнарского района. Третьими стала сборная Ивресенского района. Кстати, помимо относительно традиционных видов спорта, борьбы на поясах, лапты, перетягивания каната, в соревнованиях принимали участие дойеры, механизаторы и спортивные семьи. А команда «Победитель» примет участие в финале 11-х всероссийских летних сельских спортивных игр, которые пройдет в Саратове. Дмитрий Медведев оценил чувашские книги. Как передает газета «Московский комсомолец», главные книжные события года, книжный фестиваль «Красная площадь», премьер-министр страны посетил вместе с руководителем Роспечати Михаилом Сеславинским. Представляя Чувашскую республику, руководитель Роспечати отметил, что это один из регионов, где книга-издание уделяется серьезное внимание. Почетным гостям продемонстрировали Чувашскую энциклопедию в четырех томах, а Дмитрию Медведеву подарили книгу «Этнокультурный портрет Чувашской республики». Это был обзор самых заметных публикаций прошедшей недели. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин